всем привет сегодняшнем нашем уроке мы коснемся такой чрезвычайно важной темы как работа ног при игре с летом я очень часто вижу как игроки как дети выполняя удары с лёта работают ногами вскрест сейчас я покажу как это выглядит они делают замах корпусом и в момент нанесения удара ставят безопорную ногу вскрест я вижу что тренера и хвалит и говорят что так правильно так и делайте что справа что слева это на мой взгляд очень грубая ошибка объясню почему в момент контакта с мячом ваша рука а соответственно ваша ракетка должны находиться условно говоря под опорой то есть они должны сопротивляться воздействию мяча мяч обладает очень сильной энергией и прилетает на прилетая на струны давит с большой массой на ракетку и если ваша рука и ваш корпус не способен сопротивляться мячу то мяч будет просто пробивать пробивать вас у вас рука будет падать мяч будет не контролировать вы не сможете контролировать мяч если вы делаете шаг вскрест вскрест то вот здесь вот вы можете сопротивляться вы можете проверить если кто-то подойдет вам и попробует надавить на вашу руку вот в этот момент вы ваша рука находится под опорой если вы ставите ногу вскрест то вот в этот момент вы не в силах удержать больше вашу руку. Никакие мышцы ее не поддерживают. Вы развернули таз в таком положении, что рука фактически оказалась безвольной. Вы наносите удар в тот момент, когда ваша нога, стараетесь нанести удар, тогда, когда ваша безопорная нога находится в воздухе. И вот в этот момент, когда нога переходит в проекцию середины вашего тела, вот в этот момент ваша рука уже не может наносить удар. Мяч просто ее отбросит. Поэтому правильная работа ног с летом выглядит так. Вы обязательно коленом безопорной ноги шагаете вперед на сетку. То есть, если вы бьете, в моем случае слева, я шагаю левой ногой в сторону, а правым коленом я обязательно шагаю на сетку. Вот в данном положении я могу выдержать удар любой силы. Слева выполняется удар точно так же. Вы шагаете, в моем случае справа, вы шагаете правой ногой в сторону, поворачиваете плечи при этом. И безопорной ногой вы шагаете на сетку. И пока ваша нога в воздухе, вы выполняете удар рукой поперек корпуса. Так играется слета с одной руки. Справа, с форханда, кулак остается обязательно сбоку. Вы не переносите руку на противоположную сторону. С этой стороны вы шагаете вперед, и рука уходит на противоположную сторону, дабы обработать мяч струнами не снизу, не сверху вниз, а поперек. Я сейчас покажу, как это выглядит у стенки. Я буду сам себе бросать мяч рукой и делать правильные шаги. Я шагаю в сторону и на сетку. Я шагаю в сторону и на сетку. Я шагаю в сторону и на сетку. Рука идет поперек корпуса. Пересекает. Единственный случай, когда ноги могут идти вскрест, это когда вы прыгаете очень далеко за мячом. Если вам нужно вытянуться, и вы прыгаете далеко, то в таком положении ваша рука выходит очень далеко за проекцию корпуса. И плечо вышло за проекцию опорной ноги, передней ноги. Вот здесь вы опять находитесь в положении, когда ваша рука очень сильная и находится под опорой колена. Переднего колена. То же самое происходит, если вы прыгаете далеко под удар с бэкхэнда. С лета. Вы можете поставить ногу вскрест, если у вас рука и плечо вышло за переднее колено. И отсюда вынос также делается не вперед, а поперек корпуса. Вот все, что я хотел вам рассказать. В такой маленькой, но очень насущной проблеме это работа ног. Ну и немножко даже работа рук при игре с лета. Надеюсь, мой урок вам понравился. Пишите, спрашивайте. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Всего доброго. С вами был Сергей Подоляк и я Андрей Меринов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok